Вчера, это было 10-го, по-моему, августа, 12-го года, мы были у вас здесь в Новосибирске. Сколько человек пригласил своих знакомых и близких старковых, которые в храме ходят, встречаются? Людей 15 где-то. А? Людей 15. Сколько пришло? Один. Один. Вот такой процент. Из ванных один пришел. Да и то я издалека, с опозданием, и пораньше ушел. То есть далеко-далеко не все слышал, что здесь. Это нормальная обстановка? Ты не ожидал этого? Ну уж никак. Я другого ждал. Другого ждал. Ну да, другого-то. Так, неверующих сколько пригласил? Одни неверующих знакомых, которые не церковные? Не-не-не, человек 10. Да точно. И что, сколько? Да вот, Аркадж, это другого. Только тоже один. Понимаешь, процент попадает такой же, что ходят и что не ходят. Вот вчера только священник мне был, и священник говорит, я не пойму, как вот приходят люди. Ну увенчать надо, я венчаю, я спрашиваю, любят мне друг друга, все любят. Вот через три месяца приходят, второй раз мне счастье, уже семя размелись. Ну и что? Процент развода 84 процента. Что увенчано, что не увенчано. Слово Божие точно так же, из такого количества один и один. На этот один стоит всех 15, которые не пришиты, это хорошо запомнить. Поэтому не количеством измеряется, а отклик, который в глаз Духа Божия нашел человек. Посмотри, вот вчера выходили, вы уже вышли, а этот Аркаш, он кем работает? Хозяин магазина. Вот он выходит и один из всех, сразу заказал деньги, мне две надо этих. Я говорю, что это, это трехтомник, три тома, он полторы тысячи стоит. Ну я ей сказал два, это что два экземпляра, я повторяю, это шесть книг будет. Ну я ей сказал шесть. Я ему тогда стал говорить, а Слово Божие не тот, говорит, ну мне надо, сколько так, пару. Там оказалось одно старое, второе издание. Ладно, потом. Вытаскиваю деньги, я говорю, что он больше платит. Я говорю, так это больше, так это же мои бумажки. Это, понимаете как? Я здесь остановился и говорю, да, я-то ведь шел поспорить, подискутировать, а не получилось у меня этот раз. То есть видно у него это уже опыт какой-то есть. Я посмотрел на него, он улыбается и так с хитринкой смотрит. Почему? О чем он думал дискутировать, видимо в разговоре было захвачено, а о чем говорить, когда он удовлетворен ответом. Вот и все, это благословение и есть Господне. А как ты узнаешь дух Божий? А человеку это невозможно. Вот у меня в университете не раз было. Приходит человек и говорит, уж я же изблуждался в жизни своей, у меня вопросы были. И вдруг, я говорю, когда дверь впервые открыл ваш университет, вы за кафедрой стоите и говорите о том, то и вдруг остановились, взглянули на меня и стали отвечать на мой первый вопрос. А я говорю, сел на первую парню, потом сразу начинаете второй вопрос по том порядке, в котором они у меня стояли. Седая на вопрос, об этот вечер я получил ответ. А люди сидящие в зале, они этого и не поняли даже. Они думают, это обычное занятие необычное, но было только для одного, а тот который пришел. Для Аркаши это было необычно и, может быть, его вопросы были отвечены именно в том порядке. Как узнать дух Божий? Ты его теперь спроси. С ним как-то побежи садись. Зачем он взял два экземпляра, видели, как он в бизанку понес домой. А еще здесь давай раскрывать, смотреть. Ясно дело, что он пришел, не на чердак отнес книги. Так? Да. Так. И этот, который пришел один, видно, что, может быть, угнетенный человек, как-то он все молчал или боялся. Я тебе говорил, будут бунтари, будут затеры, такое есть. А они будут. Ты постарайся, как хозяин, крепко держать по руках. Сразу предупреди. По делу. И у нас времени нет. А если бывает такое, что начинает неостановимо, значит, просто придется попросить и выйти. Это везде, в любом собрании. По-другому иначе ничего нигде не получится. Но получилось не так. Я попросил дать компьютер, в поисковик сел. Около 30 мест Писания приготовил. Ну, думаю, придут люди верующие. Я их знаю, какое направление. Старобрядцы белоклинической иерархии. И я им задам вопрос. Первый я решил по посланию Иуды. Хотел говорить об общем спасении. Что Иуда имел в виду общее спасение? И почему он вдруг, имея желание, переменил тему разговора? Это я редко на это послание проповедую. Это самое грозное послание в Новом Завете. Ненависть. Если так сказать. То есть самое неукротимое. Он уже не выдержал с такой просто ненавистью. Говорит. Как ненависть? Божественная ненависть. Я ненавижу эти злые дела. Господь говорит. А это он подражает Господу Богу. Это деревья осенние. Дважды умершие. Исторгнутые. Они еще чистят. Они ходят. Обряд соблюдают. Это ничего не дает. Им утешения даже в этой жизни от этого нет. Они непрерывно, как взволнованное море, выбрасывают ил и грязь трехсотлетней давности. Они не могут выйти из этого состояния. И попытки вывести их оттуда ни к чему не приведут. Это делает только Господь. Я приготовил эти места. Все выписал. В каком порядке. Буду задавать вопросы. А не мне. Я предположить на их вопросы. И дальше я уже лучше его посмотрел. В этом и смысл быть профессионалом в своем деле. Я предполагаю, какие люди. Какие могут быть вопросы. Я на всех попытался заранее заготовки сделать. Чтобы мне потом не было ждать. Сколько попросил. Евангелий на всех. Чистый стол. Много ручек. Бумага. Сядут. Ну как обычно. Ничего нет. Садиться некому. Считать некому. Ручки лежат невоспользованные. И то, что я написал, я положил в карман. Но мой труд, он не тщетен. Он перед Богом. Я подавил память. Будет встреча в следующий раз. Оно у меня готово. И тебе огорчать от этого не надо. Ну, как я говорил. Будет меньше десяти. Я не приеду. За Черепанова гнать машину. Мне сюда обратно. У меня сегодня день с прессом. Буквально до минуты. Я должен в Барнауле там загрузить. И приехать туда. Там раскладку книг сделать. Пусть пять помыться. И завтра мы опять сюда выезжаем. Уже в Томск. Меняем водителя. Но. В общем-то так и написал. Где-то человек. А Сережа сказал. Ну если одного не будет хватать. Неужели не будет? Как Авраам Бога вопрошал. Я говорю. Ну уж одного себе не будет хватать. Придется тоже, наверное, приехать. Тем более ты говоришь. Я-то пригласил больше. А они не приедут. Так вот даже местные приехали. Ну вот это. Тут меня вчера больше всего удивило. Вдруг батюшка появляется. И вовремя. Мать твоя. Моя сестра Валентина. Ну как-то. Приехали. Первый. Ну понимаешь. Вот это. Просто. Такой имеешь. Шарм называется. Прекрасный. Привкус. С такой дали. Ехали люди. О ком даже никогда мы не думали. Но это чего-то тоже стоит. Вот. Ну и твое мнение. Общий. Результат всего. Что скажешь? Ожидал конечно больше. Ожидал что придет больше людей. Раз. Потом как в самой беседе. Мне показалось. Вы. У вас обычно. Вы больше говорите о Христе. Говорите о том. Как надо прийти ко Христу. У вас. Знаете как привести человека к ногам Христа. А вчера мне показалось. Что. Как-то слишком много было сказано о том. Что. Нет денег. Как-то речь больше шла о деньгах. По. Для издания. Книг. Об этом. Мне казалось. Что надо не про это говорить. Мне казалось. Люди хотели бы другое услышать. Мне. Мне вот так казалось. Оказалось. И это. Все стояло на месте. Почему. Сразу и раскрыть. Мое дело. Оставить после себя. След. А след это книги. Я сказал. И через пять минут я спрошу. О чем я говорил пять минут. Половину уже забыли. Потому что наплывает так много информации. А в книгах я остался весь. С переполненным огромным кузовом машины. И каждому я это вложил. У нас главная цель сегодня. Привести людей к книге. Вот мы еще не ушли никуда. А библиотекаря. Гляжу. Уже потянули по себе книги. Если бывает до десяти человек. Я.